Провести оставшиеся выходные дни с пользой. Главное узнать побольше об истории Тверского края. О выдающихся деятелях можно посетив музеи и выставочные центры Твери. Экскурсии, мастер-классы для жителей и гостей областной столицы, кто решил провести культурные выходные. Вот как работают эти учреждения, рассказывает Наталья Чекет. Тверская областная картинная галерея в выходные 6 ноября приглашает на вечер карельской культуры. Язык Калевалы в воде Бог. Каллиграфия Петроглиф и руны. Она состоится в выставочном зале оранжереи императорского дворца. В начале всех гостей ждет экскурсия по выставке «Дух всюду сущий. Великая Ода Бог» в каллиграфии Петра Чубитько и его учеников. Далее участников познакомят с искусством каллиграфии, представленным в графических работах, одна из которых исполнена на карельском языке. Эта работа написана на карельском языке. Здесь переведен отрывок из поэтического произведения Гавриила Романовича Державина «Ода Бог». И этот перевод сделала Клавдия Виноградова. Она как раз входит в это объединение культурного центра «Дом Тверских Карел». И эта работа, она именно поэтому занимает здесь центральное место в нашей экспозиции. Мы ей очень гордимся. В завершении встречи для гостей запланировано занятие. Посетители смогут написать по-карельски акриловыми красками на плоских камнях важные слова в жизни каждого человека. Такие как семья, мир, любовь, здоровье, благополучие. И каждый сможет написать одно пожелание для себя, а другое в подарок. В выходные дни по обычному графику работают и залы Тверского императорского дворца. Для посещения необходимо заранее приобрести электронный билет. В субботу и воскресенье продолжают свою работу основные экспозиции музея Тверского быта с 10 до 5 часов. А для юных жителей Верхневолжи и их родителей будет открыт детский музейный выставочный центр. У нас есть программа всех дней работы, афиши. Поэтому, пожалуйста, на сборные экскурсии каждый день в 11 часов. И традиционно в 12 часов у нас разнообразные мастер-классы все эти дни. Сотрудники музея настоятельно напоминают, что встреча с прекрасным в связи с пандемией теперь проходит только в масках и с соблюдением социальной дистанции. Спасибо.